всем привет крайне редко получается куда-то выбраться сегодня 21 августа 2021 года я уже копченого запаковал еду сейчас к александре нужно и подкачать колесо по идее она не пробита я по крайней мере так надеюсь вот и на кпп на выезде из киева нас уже ждет 1 клубник веталь может быть и второй веталь тому же по обстоятельствам то еще два ветали вот приблизительно та же компания что и в прошлый раз вот в 5 кабов мы едем на байкерский фестиваль сила энергии это под белой церковью ориентировочно 90 километров от киева поехали александра помаши рукой вот колесо накачали все четко вот все нормуль информация для тех кто шарит вот там вот на багажнике обычно ездил единорог чтобы вы понимали она его только что выбросила на мусорку это прям траур в клубе будет но сейчас мы вон те вот шмотки вон те вот шмотки закидываем вот на этот багажник и выезжаем веталь у нас уже ждет давно на кпп на выезде из киева на выезде из киева веталь короче нас уже здесь час ждет это как обычно собираемся на 8 а выезжаем в 9 пока туда-сюда вон саша на коленке на на ходу допаковывает груз дотягивает или что-то достает пододевается по ходу вот вот короче выезжать час из киева будем веталь по ваши мы двигаемся заехали на заправочку попили кофейку александра пошла курнуть вот металь веселиться наконец-то хоть куда-то выбирается едет вот продолжаем ехать нам еще километров наверное 60 40 до белой церкви и ну вот киева нам еще до места километров 40 50 даже 60 вот у нас веталь шарящий он из тех краев бывает в тех краях часто в общем едем дальше повела стоит саша становилась покурить точнее мы остановились саша покурит веталь на позитиве вот мы прям очень классно стали учитесь вот короче поворот и в него периодически машины уходят а вы прям чуть ли не на первой полосе остановились поджимаем машины в общем нарушаем господа мы нарушаем по черному вот и короче мы почти под белой церковью вова уже доехал металь непонятно еще доехал не доехал ночи мы получается как мы пересекаем скажем так врата слета байкерского кидаем вещи в палатку вовы и сразу же становимся в колонну все вроде как голодные уже никто с утра ничего не ел вот говорю голодные нет нет а потом короче на следующий день повзвешивали все по 3 кило скинули это шутка конечно мы сама суть в общем мы километров нам еще 15-20 все уже затекли потому по сути остановились чтобы скоординироваться как дальше ехать праву прямо или направо ну и погнали дальше привет лучшим людям не падает и заветом не падает да рад тебя видеть вовчик вовчик привет привет голдоводов много да вот мы встретились с вовой вова это наш оператор монтажер и на фото модели и как это видео механик вот мы добрались у нас 10-15 минут до колонны держи за колонна у нас вот вот и вот 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... 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 Вот, от какой-нибудь Хондочки Вру, от Сузуки Стало очень неплохо Там где-то подпилил, там вот досточку подложил Там еще что-то Там вот пенопластинки подложил И, в принципе, нормуль Сидушка прям В ревень випирает Вот, короче Такие вот у нас сегодня Представители, вот наши все пять капчиков Сейчас вон там догорает костер Будем ставить шашель-машель Шашлычок Будет весело сегодня Там еще есть? На те бревна, которые стоят Чтобы забирали мы Оно им не надо Я уже снимаю Всем привет Там играет кислый бузон Здесь Жарится вкусный шашлычон Виталики Первая партия уже дожарилась Будем сейчас сто употреблять вторую партию Еды хватит и нашим, и вашим Нет, вашим не хватит Вашим не хватит? Никаких ваших Ну, такой слёдик, конечно, очень интересный Специфический Какой-то маленький, да? Жизнь Так он первый, первый слёдик Какой компанией? Какой компанией? Ну, тут байкер такой мужичок Какой-то там В общем, короче Белоцерковский, какой-то байскерский клуб ICDC Что-то такое, короче Начинай, когда-то надо В смысле первая лотация Первый раз они вообще, в принципе, этот клуб делает слёд Ну, покажи, ну, покажи Тебе ничего и делать не пришлось Это старым перду нам выдают, да? Понял Вова, кидай Вова, кидай Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дядя, давай тебе мой утешительный приз, как ты у нас приехал позже Давайте поаплодируем, человек реально заслуживает Вот такую волшебную, это бронтированная бутылка, мотобутылка, вильная энергия, витфестиваль у вас, водичку, коньячок, что хотите, ваша булья смертный дядя, дядя заслужил, так, молодой человек на вот этом, назовем, я знаю что это, я не хочу это вслух произносить, это как в ландеборде, понял, имя которое вслух не произносит. Где владелец, где этот человек, где пилот? Значит, Володочек, я тебе вручаю бутылочку, и там еще от меня будет отдельно специальный брюч, чуть попозже, я тебе, короче, вручу. Реально, короче, реально вообще вот этот громче всего. Не, чувак, давай так, если мы по частотам будем прозраться, у тебя высокие, у него низкие. Давай, 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 заводи. Тут высокие, больше, пожалуйста. Ну, в плане выхлопа, короче, мощность звука у него больше. Если бы у меня был датчик, ты бы понял, о чем я говорю. Ну, грубо говоря, свист, бас. Так, хорошо, давайте сделаем по чистоку, голосуем. Не, давай, 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 по-любому. Бэблэр! Заберите ключи Урала, пожалуйста. Суперклайб. Суперклайб. Я бы проголосовал за вот этого, но тут прям спор битвы титанов, короче. У нас не было таких условий, но у нас не было такого условия. Мы сейчас лезем в бутылку, я предлагаю сделать это следующим образом. Давайте так, по чесноку, ну я как музыкант говорю, по громкости они одинаковые, просто у него высокие частоты работают, у тебя низкие. Высокие частоты более резкие, они ударяют по ушам, но здесь объемный звук, ничего не делаешь. Поэтому я предлагаю, так как этот мотоцикл красивый, включить тебе, короче, вот такую вот награду за красоту, за классный кастомайзинг и уход за твоей драгой. Шикарная Yamaha, ну рояль, но это все равно Yamaha, как бы из того же класса. 1900, да? 1900 или 1600, подожди, сколько это? 1,3? Че так мало? А, все понятно. Ваши парисменты, мы так решили. Хорошо. А чувак на БМВ таки получает то, за что он плакал, лучной пункт застрелил. Будьте любезны. Ваши парисменты, самый громкий выслать не зло. И больше не надо так делать. Ваши парисменты, как у нас продолжается, поражите, мы еще не закончили. У нас еще не закончились конкурсы и призы. Сейчас, друзья мои, у нас есть очень интересная номинация. Самая многочисленная организация и бывшая на мотофестиваль. Значит, второе место, второе место у нас получает MC, сейчас скажу, какой, подойдите, у меня даже записано. Да, что наравняет. Я говорю, что он закалит. МС Манамахи, пожалуйста, подойдите к сцене. Хоро, чувак, все, конкурс закончился. Есть, пожалуйста. Ну реально. Второй по честности клуб, который приехал на этот фестиваль. Давайте поаплодируем. И мы специально... Иди сюда, скажешь, от кого это? Букетная фея? Да, получаете, во-первых, статуеточку. Но я так подозреваю, что вы нас тут залили просто водой, держи. Самый численный коллектив фестиваля. Второе место и подарок под пиво. Вместе с пивом, перцем и так далее. Можете это дело обмыть. Ваши преследователи! MC Манамахи! Девять человек приехали на фестиваль одновременно. А первое место, друзья мои, у нас безоговорочно занимает MC Агарта. 21 человек! Агарта, идите сюда все! Агарта, выходите! Все, пацаны. Спасибо вам, все, спасибо. Выходите сюда! Сейчас будем вас поздравлять. Поздравляем! Спасибо, мы вас тоже! Так, во-первых, кто у вас там главный, давайте, где президент, там и так далее. Так, философа вижу, Брут Хама. Так, кто там у нас еще? Сергей? Вица, Вась, Розелин. Окей. Так. Аккуратней. Даре. Даре, окей. Под ваши пресс-венты, самый многочисленный мото-клуб, прибывший на первый мото-рок-фестиваль. Вилья Энергия получает свой байкерский Оскар за самую многочисленную посещаемость. И самый большой приз, ведь букетные феи под пиво, под водочку, ваши пресс-венты в мото-рок-фестиваль Вилья Энергия. Мы продолжаем наше безобразие. Друзья мои, сейчас у нас скоро начнется концерт. Давайте мы немножечко отдохнем, послушаем музыку. И буквально минут через 20 на большой сцене у нас начнется концерт. Сегодня выступает Табула Раса. Сегодня выступает у нас трибют группы AC-DC. И раз после Табула Расы у нас будет еще лотерея на большой сцене. Номерочки на своих браслетах. Внимание держим, будьте там, чтобы получить призы от мотомагазина. Мотовулкан со скидками большими. Там будет большие суммы, чем 500 гривен будут. Поэтому давайте сегодня будем по цене, будем колбаситься, рок-н-роллить. Всех с праздником, с Днем Независимости Украины и с первым фестивалем. Всем спасибо. Ты расскажи про этого, про Лешку Лысого. О, у нас есть Лысый в клубе. История из жизни, да, да, да. Когда они на Трансфагаше ездили? Они на Трансфагаше были, в Румынии. Самый красивый дом. Потом он поехал в Болгарию. Нет, он говорит, я еще не накатался. После 2000 километров. Где-то в Александрии. Короче, разошлись они там, одни поехали домой. А они поехали. Мало того, у нас есть одноклубник. Вот на таком капе, зеленом. У которого сзади, я на жопником, жена сидела. И они Трансфагаше проехали. Нет, это что? Это кто, юрец, да? Да. В общем, он поехал в Десебр, в Болгарию поехал. Ну вот, допустим, у меня есть подножки. У меня есть подножки. Масляное халатание, если, как бы... Ну нет, ну почти. То есть, заводские делаются так же, но они ставятся на 90 километров. И короче... Короче, он поехал в Болгарию. Да, он поехал в Несебр, Сленчев-Бряк, а потом через Центральную Болгарию. В общем, пятерку намотал. Он говорит, за все путешествие, говорит, месяц, ушло 200 баков на бензин. А у меня... И на проживание. 200 баков завтра. Короче, он бесплатный просто. А Леха, история жизни Лехи. История жизни Лехи. У нас все, короче, тупо специфические люди. История жизни Лехи. Утром он копает колодец, садится на Яву. Мы пьем тут за... Привет, ты из Чернигова! Ребятам! Ой, молодцы! Чернигов, давай, мы пьем за Хонду. За Хонду? У тебя не знаю, Хонда, не Хонда. У меня Ямаха. Нет, тоже классно. Ребят, за Хонду. Утром просыпается, садится на скутер. За вас. Возвращается в Киев, садится на Яву и едет в Крым. Это в Карпо, это вот, в Одессу, короче. Давай. Вот еще у нас такие персонажи. На самом деле, вот Вова, например, он завсегдатой наших всех вежуха. Он почти на всех, почти на всех вежуха. Вон Веталь, короче, он вообще древний индурист. Ну вообще, сегодня получил самый древний индуст. Самый древний индуст. Самый древний индуст. Пожилистый дядя Ваня. Дядя Ваня. Сейчас стану еще древней. Ну пиво закрутил. Заблужусь. Я сейчас замолодею. Сейчас заблужусь. Главное, чтобы потом ключи не потерял. Палатку мне найдите, блядь. Зеленая, мы помним зеленая. Палатку с бабой. Не, не шучу. Не заводи меня. Я пообещу, что его туда потом отправить. Где твоя палатка? На ума не потеряешь. Диета называется АТБ, да? А у тебя узнают полюбе, ты хаваешь только в АТБ. Где это АТБ называется? Красивая песня. Можно записывать. Если ты смотришь в другую сторону, ты не знаешь, что я не вижу, что камера смотрит на нас. Это не играет. У меня, знаешь, у меня на камере всегда красная лампочка выключена. Чтобы люди не видели, когда я снимаю. Я не знаю, что за красная лампочка может быть. Впереди всегда горит красная лампочка. В телефоне нет. Когда рек... Нет, в телефоне нет на камере. Всегда, когда рак, горит классная лампочка. Все люди пугаются. Я его выключаю всегда, чтобы не было видно. И снимаю, когда мне надо. Это не красная лампочка. Я же говорю, двухтакная. У тебя обиктережки. Вот тогда ты пугаешься. У меня тоже, блин, Симпсон есть. Короче, блин, и чуваки всю Европу, блядь, объездили, блядь. Это поляки, блядь. Я подписан на канал поляков. Ну, Симпсон, что ты понимал, это Минск. Чуть-чуть меньше. На минималках. Нет, Минск. Только в меньших размерах. Буквально чуть-чуть. Буквально чуть-чуть. А если бы мы приехали побольше нас, мы бы тоже первое место заняли. Ну, мы только в пятером приехали. А у вас сколько? 21, ты говорили, да? 21 было человек, да? Ну, вообще, 3 место в 9 человек. До фига у вас было, я помню. Что помидорчик? Нормальный? 100 грамм на литр. Я вообще помидоры не люблю, но этот просто... Есть огурчик? Не, не, не. Но этот помидор. Классный, правда? Супруге передайте. Что? Так и передам. Ням-ням-ням. Что наврустить? Угу. Видео покажете, она все поймет. Да, она все поймет. Помидорчик, ням-ням-ням. Порис, получили бы пиво на всех. Правда, я не пью пиво, но на всех. Это уже, короче, дошел народ до кондиции. Река Ростовица. Пляжик здесь. Ничего не нужно. Не песочный, но вода чистая, разлив большой. От лагеря нужно отойти, так, наверное, на километрик. Но в целом... Километрик, 300 метров, 200 метров. И голдед, и голдед. И голдед. Грять не будет. Не будет. Голдед уже сейчас хорошо. Пляжа для голдеда нету, где голдед требовательный. В общем, короче, кто-то говорит километр тулить сюда, кто-то говорит 300 метров. У кого как, скажем так, километраж меряется, да. Вот, короче, мы пришли сюда на разведочку. Завтра утром пойдем сюда. Мангальчики, да, стоят. Беседочки стоят. У-у-у, вообще шикардос. И завтра пойдем сюда покупаемся перед отъездиком. А сейчас будем в сторону лагеря идти потихонечку. И скоро будет выступать Табула Раса. Топовая группа Табула Раса. Так, Виталик, Саша. Можно я пойду без трусов? Голые, Виталик. Нет, это не у меня спрашивают. Да мне что там показывают, там оно не будет видно. Я тебя сзади буду снимать. Хорошо. Жестко. Ну, ныряй. Сзади плорами. Виталик, тебе тяжело получается. А у тебя что, плавок нет, Виталик? У меня вообще ничего нет. У меня не ссорится. Будешь спать без трусов. Нет, у меня есть там еще. А что у тебя есть? Кирилл, да давай с разгона. А я не знаю, что там за дно. Ну, тебе же сказали. Сначала будет неприятно. Это тебя за это вытягивает потом? Давай, Виталик, я пошел. Это я просто хочу не научить фосс. Давай, все, Виталик, пошел. Последний раз ныряю, говорит. Виталик, все. Осторожно. Виталик, ты сейчас совершаешь глупую ошибку. Прощай, Виталик. Пока, Виталик. Давай, хорошее одно, я тебя тут жду. Иди. Я кино снимаю. Сашуля, давай ныряй. Кирилл, вода как? Слабая вода, кипяток. Кипяток, я тебе верю. Вода, кипяток. Так мы тебе поверили. После 300 грамм, вообще любая вода, кипяток. Вам смешно? Виталик, помаши ручкой. Молодец, красавчик. Все, Виталик, я тебя тоже жду. Подожди, корм, корм. Все, придется и нам. Молодец. Давай и ты теперь, а потом и я. Лова, парочка вас на слабо. Не дивится, да. Да, говорит, слабо. Слабо. Так, ну главное, главное не толком. Погнали. Мы в трушке и назад. Лова, давай, давай. А я что, я не буду. Я не буду. Я не буду. Я не буду. А я не буду. А я не буду. Молодец. Тайга, полярный свет, серебрей угар. А ты убежишь, искай себя, а я спаю, я люблю тебя. А я спаю, я люблю тебя. Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так вот на окраине Белой Церкви Мы провожаем Вову домой, ему прямо, а нам под мост Что вы, как прокомментируете? Ну, мне понравилось вообще Взлет малочисленный, но организованно было по-моему Ну, емкий, емкий Так, Ветель на водичке сегодня В общем, продолжаем наш путь Нам еще впереди 90 км Ну шо, не без приключений Вон Ветель заглох Ехал-ехал, на полном ходу заглох Сейчас немного подстынет И будем ехать дальше Мы даже вон по встречке немного вернулись с Александрой Финальная точка нашего маршрута Вот, со мной до финиша доехал Ветель И Александра Вот, младший сострал в нами уже ожидает Да, Даня? И вот так вот мы заканчиваем наш слет Сейчас загоним в паркинг Вон Ветеля Он решил делать вид, что он не с нами Вот Все, всем спасибо за внимание Был очень прикольный слет Было очень весело, прикольно Всем удачи